друзья привет привет сегодня мы поговорим о сумке яхтмена о одежде которую я беру в гонку мини-трансад гонка состоит из двух этапов первый этап бывает очень холодным и очень мокрым второй этап чаще всего бывает очень мокрым но теплым поэтому одежду я беру с собой сразу на два этапа давайте начнем разбирать бискайскую одежду на первый этап вот уже четыре года меня поддерживает компания ford ventregata которая предоставляет мне полный комплект одежды гилл и тем самым спасает меня от холодов и мокроты в гонку мини-трансад я беру с собой в первую очередь океанский комплект непрома мой самый любимый это достаточно легкие куртки и штаны которые позволяют мне хорошо двигаться при этом надежно защищая два комплекта я беру с собой потому что так или иначе в очень длинных гонках когда приходится действительно долго сидеть на палубе бывает что вещи промокают я переодеваюсь при возможности первый комплект сушу и вот так вот по кругу их меня куртка и замечательные штаны это не океанская серия это серия более береговая то есть офшор но не океан но мне они очень нравятся потому что это женская модель с отстегивающейся попой это действительно очень очень важно именно в одиночных океанских гонках потому что извините чтобы сходить в туалет мне не приходится полностью себя снимать все я просто могу отстегнуть попу и сделать свои дела что спасает меня опять же в штормовые какие-то переходы в штормовые гонки любимые штанишки два комплекта как я сказала мой бескайский набор но естественно их я буду одевать и в теплые мокрые гонки тоже сапоги сапоги спасли меня в холодный фронт в первом этапе ну и конечно же то что мы одеваем под не про это термобелье в этом году я получила вот такой вот серый комплект от гилл поначалу мне показалось что это не очень серьезно потому что термобелье достаточно тонкое и легкое но оказалось что она реально волшебная то есть когда мне холодно она согревает когда мне жарко она не позволяет мне перегреться при этом достаточно быстро сохнет и в общем то это мой основной комплект который я очень-очень сильно полюбила термобелье с запасом шапочка и баф чтобы защищать горло это нижний слой то есть сейчас мы с вами посмотрели что я одеваю сверху чтобы защититься что я одеваю снизу чтобы утеплиться и есть средний слой это флисы флисов у меня несколько на все случаи жизни разные гилловские из разных коллекций и мой любимый куртка винт стоппер напоминание о прошлом проекте сейчас я нахожусь на острове ла пальма и уже мы перемещаемся во вторую фазу гонки во второй этап где будет все теплее 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 сапоги уже не захочется надевать и на этот случай я запаслась двумя парами водонепроницаемых носков от гилл которые буду надевать под кроксы тем самым защищая себя от соленой воды ну и конечно же под жарким тропическим солнцем мне придется каким-то образом укрываться здесь защищаться на теплую погоду у меня есть вот такие вот футболки одна из них нам не вторая в комплекте в сумке с защитой от солнечных лучей у в протекшн плюс вот такой замечательный лонг слив от гилл чем он еще хорош эта кофточка сделана из перерабатываемого волокна и она позволяет нам в то же время сохранить нашу планету тоже с уве протекшн ну и конечно шорты 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 на динамичные старты и маневры я защищаю свои коленки с помощью наколенников это тоже очень важно ну и конечно же я девочка поэтому я не из тех людей которые любят дергать веревки голыми руками а потом заматывать себе пальцы изоленты как это делают некоторые мальчики у меня всегда есть собой два комплекта перчаток для защиты моей кожи и два комплекта очков для защиты моих глаз спасибо for the ventrigato и спасибо гилл до скорых встреч